Состояние дорог и транспортное обеспечение республики обсудили сегодня руководители организации транспорта и дорожного хозяйства региона. Общая протяженность автомобильных дорог в Чувашии на 1 января 2020 года составляет 12 560 километров, из которых нормативным показателем соответствует 4139 километров или 33%. Из 109 мостов региона 67 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Более тысячи сел и деревень не имеют автомобильных дорог с твердым покрытием. Решение данных вопросов планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального проекта «Мосты и путепроводы», федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Необходимо ответить, что реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжится до 2024 года. Важным проектом для республики является строительство автодороги в обход Ядрина, так как действующее проходит по городу и большой трафик отрицательно влияет на экологию. Безопасность дорожного движения и состояние самого полотна считают в профильном ведомстве. На завершение объекта необходимо около 540 миллионов рублей. Средства поступят из федерального бюджета. А пока дороги региона строятся, перевозчики пассажиров терпят убытки, пытаются остаться на плаву и сохранить штат. Основная проблема – падение спроса на их услуги с наступлением пандемии. Немало средств уходит и на дезинфекцию транспорта – по 200-300 тысяч в месяц. В апреле было 84% падения, это в денежном показателе. В мае 73%, в июне с первой по 14 число 64% падения. По пассажиропотоку от 82% и до 62%, соответственно. И у нас, скажем так, от 70% до 100% в некоторых позициях до 100% просто перестают поступать денежные средства. А содержать коллектив мы должны. Существует проблема в сфере транспортной отрасли по лизинговым платежам. Вообще правительство Чувашия и администрация города, она планирует разработать проект на возмещение части затрат. За кредитом вы обратились? Да, мы как бы обращались, меры финансовой поддержки. Спасибо Сбербанку, огромное спасибо, что они нам каникулы дали. Смотрите, Виталий Игнатьевич, по лизинговым платежам мы и дальше будем работать, чтобы и каникулы, и все остальное. Но смотрите, вот эти кредитные ресурсы, которые по 2%, которые вам выделяются, если вы получите их, вы их сможете списать через полгода, согласно решению президента, если вы сохраните соответствующую вашу штабную часть. Правильно же, да? Да, да, мы штабную. И деньги вы можете направить, в том числе, на решение вопросов лизингового платежа. Здесь они не целевые. Понимаете, да? Поэтому в данном случае форм поддержки много. Давайте мы с вами, по ним с вами будем работать и двигаться. Ориентироваться на федеральные меры поддержки посоветовал и исполняющий обязанности министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Если же их будет недостаточно, поддержку окажут на уровне региона. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.